42,5 тысячи тенге будут получать все самозанятые и безработные в период ЧП в стране. А вот пенсии, пособия и АСП теперь будут увеличены до 10% в годовом выражении. О новых мерах поддержки казахстанцев в период чрезвычайного положения накануне сообщил президент страны. Кого и как еще поддержит государство в это непростое для всего мира время, расскажет Лаура Байбачанова. Пакет антикризисных мер был озвучен президентом больше недели назад. 10 миллиардов тенге государство направило на стабилизацию экономики Казахстана. Оно и понятно, времена сейчас такие. Казахстанцев же волнуют социальные гарантии. Многие остались без работы и заработка. И вот накануне Касым Жумар Тукаев рассказал о новых мерах поддержки граждан. Пенсионеры, получатели пособий и АСП теперь могут рассчитывать на надбавку к выплатам. Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь на 10% в годовом выражении. Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму более 200 миллиардов тенге. Пособия в 42,5 тысячи тенге теперь будут получать не только люди, лишившиеся дохода во время ЧП. Ежемесячно на выплату минимальной заработной платы теперь могут рассчитывать все безработные и самозанятые. При этом президент все-таки надеется на сознательность казахстанцев. Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально. Для этого им достаточно формализовать свой статус. После этого на весь период чрезвычайного положения они начнут получать ежемесячную соцвыплату от государства. Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея достаточные неофициальные доходы, все равно будут оформляться для получения этой выплаты. С подобной ситуацией мы, если помните, уже сталкивались. Но из-за отдельных несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно нуждающихся сограждан. Таких действительно нуждающихся в стране по подсчетам президента больше трех миллионов. Государство, как говорится, своих в беде не оставит. Самим людям эта поддержка будет в такой непростой жизненный период, так скажем. Особенно в период, когда очень много предприятий своих работников отправляют без содержания, а у кого-то даже таких социальных гарантий не было. То есть у них элементарного договора, даже заключенного с работодателем не было. Я считаю, что это, несомненно, очень правильный шаг, направленный на стабилизацию социальной обстановки в нашей республике. И самое главное, что сегодня уже люди вздохнули. Те, кто вчера еще думали, что они остались за бортом, и они не смогут получить эту поддержку от государства. После вчерашнего уже обращения главы государства, я думаю, все эти люди вздохнули, с уверенностью теперь смотрят вперед. Паники вообще не должно быть. Понятно, что это тяжелая ситуация, каждый находится в зоне риска, каждый переживает за то, чтобы заболеть, не заболеть. Но это общая беда, это общемировая беда. И понятно, каждого казахстанца она касается, каждого абсолютно, вне зависимости от чего. То есть здоровье есть здоровье. Поэтому каждый должен быть защищен, поддержан государством. И эта защита сейчас четко и внятно транслируется на уровне первого руководителя страны. Президент дал очень четкий политический посыл. И мы это должны очень четко понимать и расшифровывать, и видеть. О том, что президент находится в курсе абсолютно внятной ситуации, значит, что происходит, как происходит. Во-вторых, президент слышит все те обращения граждан, различных целевых групп граждан, которые обращаются с теми или иными предложениями и просьбами, и президент реагирует на эти вещи. Это очень важно, когда в условиях пандемии, в условиях кризиса, необычного кризиса для нас, вот власть, президент, все слои общества находятся во взаимосвязи. Принцип справедливости соблюдается в каждом из пунктов антикризисного плана. Уже сегодня казахстанцы, даже не застрахованные, смогут получать полный пакет медуслуг бесплатно. Вплоть до 1 июля усилена поддержка и товаропроизводителей. В частности, это снижение таможенных пошлин на ввоз продуктов питания, которые Казахстан не производит. Соответственно, мы считаем, что это позволит удержать цены на продукты питания. Думаю, что такие меры Казахстан может себе позволить в результате того, что у нас есть подушка безопасности в виде национального фонда. Ну и, соответственно, есть определенный оперативный блок, который работает и в администрации президента, и в правительстве. Которые очень чутко и адекватно реагируют на вызовы внешние, ну и, соответственно, на месседжи, которые выставляются обществом. И еще одна важная социальная мера. Отныне получать продуктово-бытовые наборы смогут не только многодетные и малообеспеченные семьи, но и инвалиды первой, второй и третьей группы. Дети с инвалидностью и официально безработные. А это больше 800 тысяч казахстанцев. Лаура Байбачанова, Жендус Битабаров, Хабар, 24.